Ребят, всем привет! Доброе утро, субботы! У нас ещё достаточно рано, ну как рано, полдесятого уже, но все ещё спят у нас в доме, а я уже иду убирать подъезд. Сегодня по графику моя очередь, на улице сегодня так холодно, и в подъезде, соответственно, тоже немножко так оделось потеплее. Уже вытащила там свои все снаряжения на улицу, на улицу, на подъезд. В подъезд ведро, швабру, сейчас сначала помою входные двери, то всё, в общем, быстренько всё поубираю, пока все спят, чтобы никто под ногами в подъезде не путался, и потом буду дальше заниматься другими делами. Мы сегодня ещё планируем съездить в магазин на закупочку продуктов, не знаю, ещё когда поедем, то ли в Кауфрэн, то ли, может, в Варде, не знаю, пока думаем. Так что вот такие вот планы на сегодняшнюю субботу. Всё, пошла убирать. Так, покажу вам своё поле для уборки. Вот у меня в руках уже всё необходимое. Вот это наша площадка, которую нужно убрать. Это вот здесь, эта лестница наверх уже к мне не относится. Нужно протереть перила, убрать эту площадку, вот эту входную дверь тоже протереть от пыли, от всего ящики, и ещё помыть. Вот здесь, понятно, пол тоже. И помыть вот это вот окошко. Это мы делаем каждые две недели. А сюда уже вниз убираем два раза в месяц, получается. Не два раза в месяц, а два месяца в год вниз эту лестницу и подвальное помещение вместе с прачечной. Всё, принимаюсь за уборку. Так, всё, ребят, я уже справилась с уборкой. Подъезд уже чистый и блестит. Мне кажется, теперь в подъезде чище, чем у нас дома. Но дома тоже буду убирать после обеда. Сейчас будем завтракать. У нас уже 11 часов, начало 12-го. Что-нибудь поедим. И будем собираться уже где-то через часик в магазин. Нужно будет закупиться продуктами. И всё, пока вот такие планы. Теперь, ребят, мы уже дома. Закупочку сделали. Вот такие три сумки. Две маленьких, одна большая. Три блока воды взяли наши в любимый фольвик. Другую вообще не берём. И показываю, что мы купили. Закупка у нас сегодня почти на 150 евро. Плюс там сдали бутылки. Чуть минус был из-за этого. Хотя бы там сколько? Почти там 10 евро. 7-8, не помню. Ну, в общем, где-то так у нас сегодня закупка. Сильно много ничего не покупали. Так, по необходимости. Взяли туалетную бумагу. Такую большую упаковку. Сразу её убираю. И Дима взял себе две бутылки Кока-Колы. Дальше. Сегодня очень много скидок в Кауфранде. Вот на скидке была такая XXL. 750 грамм голубика. Очень, кстати, выглядит неплохо. Будем её есть. В последнее время очень много её едим. Мне кажется, она очень полезная. И как раз витаминов не хватает. Так что пора наслаждаться. Я не помню, сколько она стоила. Но 4 евро, по-моему, что-то такое. Но она большая. Действительно, почти килограмм. Дальше. Яйца. Взяла сегодня размер L. Побольше. Тоже 3 с чем-то стоит. Взяли упаковочку такого баночку Тунфиш в оливковом масле. Вот любим именно или в собственном соку, или в оливковом масле. Всё остальное не особо. С разными примесями, типа лимон, чили и так далее. Взяли 2 авокадо по 1,80 евро. Каждый был на скидке. Потому что они уже такие. Прямо их надо есть уже завтра. На завтрак. Дальше. Колбаска наша любимая. Тоже её постоянно берём. Она, кстати, 5 евро стоит. Цена не меняется. Скидки тоже нет. Такие взяли. Черри на скидке. Совсем мелкие. Красный, синий лучок. Вот такой вот. Мне он больше нравится, чем жёлтый. Не знаю почему. Он прям вкусный очень. Дальше взяли вот такую баночку с огурчиками. Кстати, не первый раз беру. Именно вот эти топки. Очень вкусные. Мидбальзамико, бьянко, ферфайнерд. Как там? Ферфайнерд. Очень вкусные. Советую. Дальше. Они, кстати, тоже сегодня на скидке. Были буквально там за евро с чем-то. Взяла вот такой путан флеш. Это индюшинный фарш. Хочу сделать завтра, скорее всего. Хочу сварить суп с фрикадельками. Такими вот индюшинами. Взяли редиску. Надеюсь, что эта редиска будет хорошая. Потому что, может кто помнит, пару недель назад, по-моему, мы брали на ярмарке редиску. Я взяла даже два пучка. Подумала, ну на ярмарке фермерской. Классная, вкусная будет. Вы не можете себе представить ее вкус. Вкус мыла. Вот такое ощущение, что ее, ну не знаю, в нее налили шампунь или что. Хотя я ее помыла чистой водой. Перед этим все прекрасно, все хорошо. Начала резать салат. Попробовала и поняла, что вот просто ешь, как будто мыльная вода. Я не знаю, то ли ее чем-то брызгали, то ли ее чем-то поливали, то ли что вообще. Но мы в итоге ее не ели. Я ее выбросила. И редиски захотелось сегодня. Надеюсь, вот это будет уже нормально. Хотя бы вкус редиски будет, а не мыла. Дальше картошка. Спрашивали, какую картошку мы берем. Всегда разную. Но в основном, чаще всего в Кауфландии именно вот эту. Фест Кохенд. Не знаю, самая нормальная. Мне кажется, сегодня буду делать картошечку с укропом. Думаю, что будет вкусно. Следующий у нас это тоже томаты. Тоже на скидке эти были. За евро с чем-то взяла их. На салатик пойдут. На скидке тоже был сыр гауда. Тертый уже. Иногда тоже для разных блюд подходит. Дальше ржаной хлеб. Мой любимый для тостера его используем. Мне кажется, его и так можно есть. Мне нравится. Вкусный. Лучок взяла зеленый. Три пучка взяла. Прям захотелось просто лук. Есть с картошечкой, с чем-нибудь. Зеленый лучок. Я же говорю, витаминов не взлетает. Свеклу взяла вот такую сваренную уже готовую. Тоже постоянно ее беру. Делаю салатик. Она в холодильнике лежит. Долго хранится. Взяла вот такой чеснок. Молодой уже. Потому что мне тут надоел. Думаю, что этот будет вкусный. Такой целенький, тверденький. Еще в такой вот, смотрите, вязаной корзинке. Евро с чем-то стоит такая упаковочка. Евро 80, что-то такое. Так, взяла такие сливы. Надеюсь, будут вкусные. По 3,49 за килограмм. Дальше перчик. Мелкий вот этот взяла. Тоже или на салатике, или так будем есть. Не знаю. Дима себе взял такой йогурт. Последнее время часто его... Ну, это не йогурт. Это больше как творожок идет. Ты понял, что это творог, а не йогурт? Может, перепутал. В общем, такой творожок. Это фирма, кстати, классная. Дальше взяла сыр гауда. Обычный такой, но бутербродик. Мне вообще нравится вот этот целый. Мне кажется, он вкуснее намного, чем нарезанный. Готовый. Такая вот шиночка тоже на завтрак. Взяла сало. Если и оно будет невкусное. Разное сало, может, отбрали, пробовали. Сколько я тут живу? Почти там 3 года. Но ничего мне не нравится. Конечно, то, которое делают в Украине. То, которое делает моя мама со специями. Вкусное, как масло, которое мажешь. Конечно, здесь такого еще не нашла. Вот взяла это попробовать. Написано, что в составе только светлое сало, соль и вода или еще что-то. В общем, ничего особого нет. Буду пробовать. Не знаю. Потом скажу свое мнение. Вкусное нет. Прям захотелось сало. Такую рыбку взяли, которую обычно берем в томатном креме. Дальше наш любимый паштет. Тоже куриный. Взяла чипсы. Это для меня вообще. Я думаю, что они мне надолго. Иногда хочется погрызть. Это бывает редко, но бывает. Взяла вот эти Принглс, мои любимые. С луком и с... Не лук, это как называется. Кислый крем написано. И паприка. Это разная. Там должна быть по вкусу. И зеленая, и красная. Так, следующее у нас здесь. Что-то меня понесло на две такие, как слоенки. Там, по-моему, с вишней. Одна с шоколадом. Что-то такое. Чаю захотелось. Не хочется ничего печь сегодня, завтра. Это хлебушек мы взяли такой. Сразу там его нарезали. Очень вкусный. Особенно в тостер, если сделать, поджарить. Вкусный. Конечно же, зелень. Я без зелени не могу. Два пучка укропа взяла и петрушка. Несмотря на то, что у меня своя зелень не растет. Но мне его все равно не хватает. Конечно, беру еще. Следующее. Это мороженое взяли вот такое, чтобы было в холодильнике. Может быть, когда-нибудь закончится. Потому что на следующей неделе у нас жара. Начинается 26 градусов с понедельника. Плюс 26. Поэтому, может быть, захочется мороженое. Взяли вот такое вот. В общем, сверху как замороженный сок. И внутри уже молочное что-то. Дальше связка бананов. Это Дима себе взял вот такой оранж. Я такое не пью. Я пью только вот обычную воду чистую. Это взяли тоже рыбку. Вот эту попробовать. С перцем вообще ее не брали никогда. И вот эту взяли тоже раньше брали. Вроде вкусная была. Дальше кефир, как обычно. Обычно, который берем. Я взяла вот такие оливки. Мидштайн с косточкой. То есть йогурт, который мне понравился. Взяла его еще раз. На неделю мне его абсолютно хватает. Вот этой баночки. Он идет с персиком и маракуйя с кусочками. Очень вкусный. Взяла вот такой творожок. Хочу на днях сделать сырнички. Очень давно не делала. И взяли тоже такие заурозаны от этой же фирмы. Надеюсь, что будут вкуснее. Следующий это у нас молочко. Ландли бы, конечно же. Всегда берем полтора процента. Дима пьет его. Огурчики мелкие взяла. Взяла две сеточки, потому что мы их очень быстро съедаем. Очень нам они нравятся. И на скидке сегодня был Ленор ополаскиватель. Хотя у меня еще есть больше полбутылки. Но взяла, потому что был буквально за 2 евро. Евро 80, по-моему. И еще был на скидке Ариэль стиральный порошок. Мам Ариэль, насколько я помню. В больших таких, знаете, этих бутылках за 17,77. Но у меня есть еще большая. Такая же мы брали, поэтому не брала. Взяла только вот Ленор. Все, это вся наша закупочка. Вроде все показала. Вот такой вот длинный, длиннющий чек. Вот на 134,64. Но это минус еще там был, если посчитать, еще бутылки. Ну почти, в общем, 140 евро где-то так. Вот такая вот закупка. Все, сейчас все раскладываю и буду готовить уже ужин. Ну что, наш ужин готов. Вот такая картошечка у нас получилась с укропом и с маслом сливочным. Копченая скуприушка. Это осталось вчера немножко креветок с мидиями. Салатик сделала свежий, заправила маслом и солью. Здесь нарезала сало. Сейчас будем его пробовать. Чесночок молодой, лучок и вот такая брынзочка. Очень вкусно будет, я думаю. Всем приятного аппетита. Так, у нас что-то начала. Погода меняется. Не в лучшую сторону. Дует ветер, пасмурно. По прогнозу завтра в понедельник у нас плюс 26 и дождь с грозой. В общем, что-то будет видно. Точнее завтра, воскресенье, да. Завтра и в понедельник два дня дожди с грозой. Ну пока вот так сегодня. Мы уже поели вкусненько. Конечно, сало мне понравилось, скажу сразу. Я не ожидала, но сало очень-очень вкусное. Поэтому я его советую из Кауфланда. И сейчас немножечко отдохнем. У нас полпятого вечера. И будем убирать немножко дома. Дима пойдет мыть плитку в ванной. Вот эти решетки помоет еще раз. Я их мыла этим средством, но надо еще раз их помыть. И я буду тоже сейчас протирать пыль, пылесосить, мыть полы дома. Так что сегодня все в делах, а завтра полный отдых. Вот просто не хочу зарекаться, но вообще не буду вставать с кровати. Просто буду отдыхать все воскресенье. Потому что с понедельника опять начинаются дела, дела и еще раз дела. Все, ребят, на сегодня с вами уже прощаюсь. Иду заниматься дальше домашними делами. Как всегда, увидимся с вами в следующем блоге. Большое вам спасибо за все ваши просмотры, комментарии, лайки. Увидимся. Всего самого хорошего. Пока-пока.